Это время, потому что у нас из Тбилиси председатель парламента Грузии Нино Бурджанадзе, у нас заканчивается время сателлита, хотелось бы дать ей возможность ответить на все, что прозвучало в этой студии. Я прошу не прерывать, не потому что не надо прерывать, а потому что она просто не услышит этого, как и было у нас с Симферополем. А как только она закончит, будет возможность задать ей вопросы. Итак, госпожа Бурджанадзе, пожалуйста. Спасибо, добрый вечер и спасибо за возможность высказаться, потому что для нас эфир, например, российский совершенно закрыт, несмотря на то, что в Грузии, где, как говорят наши российские, в кавычках, друзья, закрыты средства массовой информации, нет демократии. Однако и господин Затулин, и господин Митрофанов, и другие господа имеют полное возможность и право выступать по прямому эфиру. Вообще-то, вы знаете, что касается российско-грузинских отношений, мы, конечно, привыкли к сюрпризам и привыкли к странностям со стороны российских политиков. Но то, что я вижу и слышу за последние несколько дней, даже удивляет нас. Вот то, что сегодня сказал господин Газатуллин, тоже очень интересно. Оказывается, великая, единая и неделимая Россия – это нормально. А единая и неделимая Грузия – это шовинизм грузинского народа. Тем более, когда речь идет о единой и неделимой Грузии в рамках территориальных границ, которые признаны всем международным сообществом, в том числе, между прочим, и России. Что касается шовинизма, мне кажется, немножко неудобно, как минимум, говорить сейчас со стороны российских политиков относительно шовинизма. Потому что то, что произошло буквально несколько дней тому назад в школе Тбилиси, которая подчинялась ГРВЗ, в школе Батуми, которая также подчинялась ГРВЗ, когда там не пустили по приказу из Москвы грузинских школьников и учителей, вывесив объявление, что гражданам Грузии запрещается входить в эти школы. То, что происходит на улицах российских городов, когда останавливают людей по признаку, что они похожи на грузин или могут оказаться грузинами. То, что происходит в российских школах, в московских школах, когда детей волей-неволей сопоставляют, противоставляют родителям, когда по детям вычисляют незаконных так называемых мигрантов – это позор России. И слава богу, что в России оказались люди, подобные госпожде Кезиной, которая выступила против этого. И слава богу, что в России оказались средства массовой информации, которые выступили против этого и написали об этом. Потому что это позор. Это позор нации. Это опасность для России в первую очередь. Потому что не забывайте, господа, что Россия – это многонациональная страна. И если сегодня вы вывешиваете объявление, что не допускаете в то или иное учреждение грузин, а вчера вы делали то же самое по отношению чеченцев, когда искали чеченский след после Беслана, и, между прочим, та же самая госпожа Кезина тогда выступила против этого, честь и хвала ей за это. Завтра и послезавтра вы будете уже говорить о других национальностях. И абхазцам, и осетинам нужно очень сильно задуматься, прежде чем, как говорит господин Затулин, захотеть жить с Россией. И, между прочим, не Грузия придумывала такие слова или определения, как лица кавказской или другой национальности. Вы сами это сказали. Это тоже позор России. Я горда тем, что, несмотря на то, что за последние 10 лет Россия делает все для того, чтобы создавать Грузии проблемы, и эти проблемы были искусственно созданы в Абхазии и в Южной Осетии, в Грузии нет антирусских настроений. В Грузии есть настроения очень негативные по отношению к российской политике и по отношению к большинству российским политикам, которые никак не хотят отказаться от имперских амбиций. Но вы не приведете ни одного примера, чтобы в Грузии ущемляли человека только потому, что он русский или гражданин России, или говорит по-русски. То, что вы сейчас натворили, вы натворили беду. Ваша молодежь сегодня видит, что можно ненавидеть людей только по национальному признаку. И это аукнется России. Аукнется очень и очень тяжело. Так как вам аукнулось то, что вы делали в 92-м году в Абхазии. Здесь говорили об этом, когда Басаева прислали в Абхазию воевать, а потом Басаев повернул оружие против вас. Здесь было сказано, что Грузия пригласила российских миротворцев в 94-м году. Но в 92-м году вас никто не приглашал. В Абхазии, в Южной Осетии. Тогда действительно очень многие боевики тогда воевали против Грузии. Грузии и воевали не для абхазцев и не за них, а воевали для того, чтобы укрепить там российские имперские амбиции. Вы говорите, что погибли российские миротворцы. Да, действительно это так. Мы очень сожалеем. Для нас трагедия каждого отдельно взятого человека. Действительно это боль. Но большинство из них, и эта статистика существует, погибло в своих разных обстоятельствах. И не во время боевых действий, как это говорилось здесь. Сейчас, уважаемые коллеги, раз вы так волнуетесь по поводу судьбы ваших миротворцев, мы вам предлагаем вывезти эти миротворцы с территории Грузии. А Абхазия и Южная Осетия, нравится вам это или нет, это территория Грузии. Выведите ваши миротворцы, ваши войска. И мы с действительно объективными и действительно нейтральными миротворцами найдем общий язык с Абхазами и Южными Осетинами. Это очень просто. И вообще удивление вызывает, почему все-таки Россия никак не хочет понять, что сейчас уже на дворе 21 век. Неужели вы не понимаете, что это дело Грузии, говорить с Абхазами и Южными Осетинами. Это дело Грузии, назвать Кадурское ущелье Верхней Абхазией или хоть чем угодно. Это вас не касается, это не ваша территория и никогда вашей территории она не будет. Насколько я слышала, в студии было сказано, что Грузия слабая страна. До этого хотела бы Россия, но Грузия уже не такая слабая страна, чтобы не отстоять свои национальные интересы. Мы действительно будем бороться мирными дипломатическими средствами, чтобы наши законные интересы были защищены. И мы сегодня действительно добьемся этого, мы абсолютно в этом уверены. Наши законные интересы, они абсолютно в рамках международного права. Они не затрагивают ничьи законные интересы, но имперские амбиции ваши, конечно, затрагивают. Так, можно? Можно задать вопрос? Госпожа Буржанадзе, к вам вопрос от Константина Затулина. Госпожа Буржанадзе, я хотел бы задать вот какой вопрос. Совсем недавно ваш президент, господин Саакашвили, сказал, что для него было радостью день, когда распался Советский Союз. Мне хотелось бы знать, было ли это радостью для вас? И по какой причине, создавая в Тбилиси музей советской оккупации, призывая его даже посетить президенту Российской Федерации, и вообще предавая анафеме все, что было в Советском Союзе, по какой причине вы от Советского Союза сохраняете только претензии к границам, которые только в советское время включали Абхазию, Осетию и называли это Грузинской СССР? Вы очень плохо знаете историю. Во-первых, я вам могу прямо ответить, что да, то, что распал Советский Союз, это действительно было большой радостью для абсолютного большинства прогрессивно мыслящих людей. И самая большая беда в том, что Россия к этому отнеслась не так, как нормальное демократическое государство. Распад Советского Союза, это было шансом для всех 15 республик Советского Союза, и в первую очередь для России создать нормальное демократическое государство. Это было историческим шансом России не только самой стать развитой нормальной страной, но и другим помочь встать на ноги. Мне интересно, ни у кого из ваших уважаемых российских политиков не приходит в голову спросить у себя, или у российского народа не приходит ли в голову спросить, почему маленькая Голландия, где население, я уж даже не знаю, во сколько раз меньше населения России, где природные ресурсы, по-моему, в тысячу или даже, может быть, больше раз меньше, чем у России, живет намного лучше, чем российский крестьянин. Вам не приходит это в голову спросить у себя? Продолжение следует...